Своего нового старого ректора сегодня встречал Амурский госуниверситет. К прежней должности, правда, пока с приставкой исполняющей обязанности, вновь приступил Андрей Плутенко. На своем прежнем месте Андрей Адольевич сменил Елену Астапову, которая занимала должность ректора АМГУ все время его отсутствия. Нашему корреспонденту из первых уст удалось узнать, почему в 2007 Андрею Плутенко пришлось покинуть вуз, и из-за чего Елену Астапову сняли с должности досрочно. Все подробности у Анны Деровой. В середине дня, когда все уходят из вуза на обед, в АМГУ поднялась обратная волна. В главном корпусе двери буквально не закрывались от наплыва гостей. Все торопились навстречу своего нового старого ректора. Андрея Плутенко здесь не видели 4,5 года, с тех пор, как в вузе произошла смена власти. Когда он появился, стало ясно, как сильно все это время его ждали. Уже на месте Андрей Долевич расскажет. Оказывается, он запланировал вернуться из Москвы в родной вуз еще полтора года назад. Бросил работу в Роснано и приехал по просьбе губернатора Олега Кожемяка, с которым и познакомился в столице. Здесь же объяснят, почему Елену Остапову освободили от должности руководителя вуза досрочно, не позволив доработать даже до перевыборов. Последний год. У меня было обращение и подавательского состава, были письма о том, что здесь есть много вопросов непосредственно к руководителю, что взаимоотношения между руководством и коллективом не налажены. Первый раз после перерыва в работе Андрей Плутенко идет на экскурсию по вузу, где отучился и прошел весь путь. От младшего научного сотрудника до ректора. Впервые за все эти годы бывший ректор прокомментирует слухи о его уходе и теперь сам подтвердит. Это была отставка по собственному желанию. Там была альтернатива. Либо плохо будет университету, либо плохо будет мне. Поэтому по большому счету альтернативы не было. Теперь, когда он снова вернулся, Андрей Плутенко не может узнать свой кабинет. В кабинете произошли колоссальные изменения. Это, по-моему, единственное место в университете, где произошли положительные изменения. Ремонт в кабинете заслуга старого ректора Елены Остаповой, занимавшей это место с 2007 года. Впрочем, с тех пор правление уже экс-ректора вуза не раз подвергалось критике. Изменения после смены ректора студенты почувствовали практически сразу. Резко поползли цены. И не только на питание в буфете. Платным стал даже въезд в ОМГУ. Сегодня проезд до этот забор обходится в 10 рублей. Самый большой скандал с Еленой Остаповой разгорелся в 2009 году. Студенты даже обратились в прокуратуру. Возмущались внезапно возросшей ценой за общежитие, введением платы за отдельные электроприборы, теснотой в комнатах и резким повышением цен на копию услуги. По вузу стали распространяться анонимные листовки, в которых руководство нового ректора называли «остаповщиной», по аналогии с «гестаповщиной». Сегодня один из авторов скандальной газеты говорит, тогда и вправду студенты готовили едва ли не революцию. Там был какой-то не совсем внятный составлен пресс-курант. То есть, грубо говоря, за ксерок сбрали, ну я не помню точно, грубо говоря, за ксерок сбрали там в пять раз больше, чем за светящиеся лампочки, да, ну то есть для лампочки, но сжигали они примерно одинаково. Как бы было понятно, что просто хотят навариться. Правление Елены Остаповой запомнилось также закрытием информационного центра ОМГУ. Ни тогда, ни сегодня Елена Остапова не рассказала о причинах таких изменений. За все годы своего правления она почти не давала интервью. На встречу нового ректора она тоже не пришла. В университете говорят, скорее всего, Елена Остапова останется преподавателем на кафедре физико-математических наук, которой она всегда заведовала. Андрея Плутенко ждут перевыборы летом. Впрочем, исход голосования, говорят студенты, заранее известен, а не уже за него. Говорят, что стипендию поднимут, говорят, что подача канцелярских доплат, выплат будет больше студентам. Сам Андрей Плутенко рассказал, свою работу он начнет с изучения бюджета вуза и знакомства с новыми сотрудниками и студентами. Он намерен в ближайшее время посетить все факультеты. И заодно пообещал, изменения будут, но только к лучшему. Только положительные. Только положительные. Въезд вам станет бесплатным? Въезд вам станет бесплатным. Анна Дерова, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство Порт-Амур.